итак хочется сегодня немножко поговорить об автомате что автомате поменялось за последние скажем так 15-10 лет все вы наверное замечаем на улице новые тренды появилось много электрических автомобилей мир заговорил о самоуправляемых автомобилях буквально вчера новость прилетела том что в китае одна из компаний такси прошла лицензию на страховку по запуску самоуправляемых такси и разрешили движение этих такси по моему в единичном городе по скоростной окружной трассе по моему съезд заездом в город там что-то страховая сумма порядка одного миллиона долларов или что-то такое в случае если эта машина что-то такое страшное сделать тем не менее тренды идут звоночки есть того что автомате в рынок движется в сторону автоматизации вот и наверное это такой инсайт хотелось бы об этом немножко поговорить и немножко рассказать о чем мы здесь занимаемся в общем-то и что такого интересного автомате появилась почему мы хотим об этом поговорить немножко хотелось бы поговорить об формате нашего сегодняшнего мероприятия представлюсь сам расскажу немножко себе в трех словах поговорим с вами о классическом подходе проектирования в автомате эту часть я немножко углублюсь для того чтобы дать вам некое понимание того как строится сейчас современный автомобиль на сегодняшний день это у весьма интересная информация особенно тех кто не был вовлечен или погружен в автомате вот потому что есть свои тонкости процесс весьма интересный вот и погружение в классический подход собственно даст нам понимание того а что же в этом подходе происходит не так почему появились новые тренды и почему мы начали смотреть другую сторону скажем так это так забегая наперед говорю вот поговорим мы немножко трендах рынка собственно что происходит на автомате рынке что хотят клиенты как видеть автомобиль будущего и к чему это все автомате чему все это автомате в индустрии идет также мы переключимся и поговорим о новых подходах проектирования вот здесь я думаю большинству из вас будет интересно посмотреть и для себя понять чем живет автомате что он видит в качестве перспективы и что интересного здесь появилась ну и в конце мы поговорим о вопросах и ответах я думаю что в этой части когда мы дойдем будет о чем пообсуждать будет о чем поговорить надеюсь это будет интересно и постараюсь сделать это весело вот немножко себе вкратце имею опыта около 16 лет разработки в бдд менее вот начинал когда-то с военного предприятия под названием цвкб арсенал ну и потом коммерческие компании ну и сейчас пришел в компанию global logic заниматься автомате проекты вот на данный момент работаю порядка трех лет в автомате проект одного из ведущих европейских производителей автомобиля и основная цель нашего проекта это разработка платформы нового поколения которое позволит перевести автомобиль данного автопроизводителя на новый технологический уровень откроет к двери возможности имплементации режимов автоному здравим позволит исправить те сложности вызовы которые стоят сейчас перед автомате в индустрии вот в общем приблизительно такой скуп задач которые стоят перед нами ну и на слайде вы можете видеть спектр технологий которыми на данный момент обладают которыми периодически сталкиваюсь и работаю вот хотелось бы для начала погрузить вас немножко в терминологию во время всей презентации я буду применять такие слова как оем для простоты оем это у нас разработчик автомобиля то есть компании такого уровня как bmw mercedes volvo ford chrysler это все компании оем собственно эти компании это огромные концерны конгломераты которые занимаются созданием автомобиля и интеграцию всех частей естественно сама компания автопроизводитель она не делает все детали автомобиля сама для того чтобы у нее появились детали для сборки автомобиля у нее есть подрядчики и собственно эти подрядчики называются в автомате в сфере tire1 либо tire2 разница между tire1 и tire2 состоит в том что tire1 это скажем так первичный поставщик который поставляет собственно самому оем допустим возьмем там компанию volkswagen tire1 является поставщиком volkswagen ну пример такого поставщика мы можем допустим сказать вот компания continental continental это вот классический пример компании tire1 которая поставляет свои компоненты запчасти разным оем а вот но поскольку рынок достаточно большой количество задач большое стоит перед tire1 у tire1 бывает еще tire2 да суп поставщики скажем так то есть r2 это поставщики которые поставляют tire1 давайте вот такая логика достаточно простая вот такая вот цепочка и о чем еще я буду говорить очень часто у нас есть такая такой модуль под названием и сию electronic control unit это электронный блочок который находится в автомобиле он выполняет какую-то функцию электронную функцию значит о чем хотелось бы здесь поговорить за последние 15 лет автомобили очень сильно изменились технологическом наполнении особенно сильно изменилась электроника в частности не только количество вот этих же и сил автомобиле но и функциональность программного обеспечения которое работает в этих сию в свою очередь это усы привело к усложнению электронных систем автомобиля если в большом случае собирают данные от различных датчиков и органов управления а на выходе они производят сигналы которыми обмениваются другими и сию виду растут ввиду того что функционал автомобиля увеличивается это приводит к тому что у нас увеличивается в автомобиле количество и сию вот но с другой стороны ситуация выглядит таким образом что сами ум производители автомобиля они стоят на другой стороне их задача оптимизация электронных систем автомобиля с целью минимизации затрат производства удовлетворения и удовлетворения потребительских качеств в целом вот но при этом оем не может сделать все то есть оем не создает автомобиль в целом оем если посмотреть на создание автомобиля он как бы задает течение да он задает правила работы всех поставщиков как поставщики должны создавать свои блоки какими сигналами эти блоки должны общаться что эти блоки должны делать и в конце концов оем собирается эти блоки в кучу и интегрирует их для создания автомобиля если мы посмотрим на то что у нас было скажем так с конца двухтысячных годов и то как происходит создание программного обеспечения в автомате в индустрии сегодня то мы можем увидеть такие тенденции что приблизительно с 2005 года для того чтобы сделать создание электронных блоков более универсальным и более прогнозируемым появился так называемым стандарт автосар пятый год и на сегодняшний день текущая ревизия стандарт автосар эта версия 44 c что под собой пытался решить этот стандарт автосар стандарт пытался решить следующие вещи это возможность портирования существующих программных модулей то есть если мы посмотрим на саму систему то мы можем увидеть да что если у нас здесь есть наше программное обеспечение наши модули вот и при этом наш поставщик на уровне хардвера сделал какие-то сложные математические программные ушрения для того чтобы обработать сигналы от датчиков применил какие-то свои специализированные алгоритмы мы получим такую ситуацию что программное обеспечение отсюда естественно не сможет портироваться на какую-то другую версию и постоянно необходимо будет какая-то адаптация вот из постоянно мы будем упираться эту проблему что для портирования программного обеспечения нам необходимо будет какие-то покупать интеллектуальные права для того чтобы это все можно было перенести либо дополнительно оплачивать трудоемкость тех работ для адаптации этого программного обеспечения вот для того чтобы это решить собственно автосари сделал вот этот промежуточный слой который мы видим здесь то бишь если мы уже рассматриваем не силу построена по стандарту автосар то аппликейшн с этого слоя может быть легко перенесена аппликейшн другого производителя почему да потому что здесь у нас есть стандартизированный уровень который полностью специфицированный перенос аппликейшн она на другой из станет скажем менее болезненно естественно там будут какие-то проблемы но это будет станет более легко следующая проблема которую пытался решить автосар и успешно решает это возможность быстрой замены одного поставщика на другого давайте посмотрим на сайт как это делаем на слайд как это делается у нас есть хардвер уровень да вот если в сравнении как было раньше как сейчас вот и мы увидим что уровень хардвер у нас тоже хорошо специфицирован и если мы хотим поменять один контроллер на другой контроллер до тех пор пока этот контроллер поддерживает все весь интерфейс который требует автосар замена микроконтроллера с одного на другого поставщика принципе не вызывает каких-то особых сложностей по крайней мере не должно вызвать в теории следующий момент который пытается решить автосар это минимизация зависимости на технологии поставщика тр-ва это делается посредством собственно того что мы убрали вот эти специфические интеллектуальные права по обработке сигналы и собственно теперь вся вот эта специфическая обработка она находится на уровне application и здесь от уровня хардвер через уровень автосар до аппликейшена у нас идет простая передача сигналов естественно там все немножко сложнее но давайте будем упрощать для того чтобы это было проще для понимания а также стандарт автосар решает следующую проблему как стандартизация модулей таких как диагностика и софт и download на всех и сию то есть если мы говорим о неких стандартных сервисах пример таких стандартных сервисов это диагностика это апдейт софта софт и download это всевозможные логеры эти все модули можно стандартизировать эти все модули можно имплементировать одинаково во всех и сию вот таким образом таким образом мы делаем унификацию таким образом мы делаем как бы простоту портирования и один раз оем купил эти блоки и теперь он их использует постоянно в других разработках скажем так следующую задачу которую решает автосар это возможность единого формата общения обмена документацией с поставщиками о чем я говорю а собственно я говорю о том что поскольку у нас появилась стандартизация на разных уровнях вот и поскольку автосары это достаточно большая вещь с точки зрения количества людей которые увлечены я немножко покажу это позже на слайда вот то становится как бы немножко очевидным том что если хардвей у нас один поставщик например эта компания philips либо компания texas instrument не особо важно до тех пор пока они поддерживают вот этот хардвей специфик уровень мы в общем-то не сильно зависим от того какого поставщика у нас микроконтроллер от philips а либо texas а вот поскольку мы видим что автосар сам по себе тоже специфицирован как снизу таки сверху собственно у нас появляется возможность выбирать поставщика кто нам будет поставлять именно вот этот миловая уровень вот ну и собственно application уровень этот уровень который создает собственно в м либо под заказ кто создает именно уровень applications с полезной бизнес логикой вот и общение между всеми этими уровнями посредством спецификации достаточно понятно и прозрачное немножко позже я вернусь еще к самому процессу разработки папа сара и вам как бы станет немножко очевидно о чем я говорю вот и что еще очень важно что решает автосар это четкое разделение зоны ответственности между м и поставщиками когда мы говорим оем это у нас application software уровень да где собственно сам ум создает свой бизнес логику работы автомобиля и все поставщики которые находятся на разных других уровнях вот посредством того что у нас специфицирован интерфейс работы между каждым уровнем то мы можем собственно говорить о том что мы можем разделить зоны ответственности каждого с блока ну и грубо говоря если где-то появилась ошибка то мы понимаем кого наказать и каким рублем этот человек будет наказан вот это если вкратце об автосаре и теперь как же этот автосар выглядит на самом деле а выглядит он внутри приблизительно следующим образом на самом верхнем уровне автосара у нас находится плетишем леер и здесь у нас находятся наши аппликейшен и вот если более подробно то аппликейшены выглядят как некий набор software компонентов их может быть больше одного в рамках одной и сию вот и в принципе основная функция software компонента это выполнять ту или иную полезную бизнес логику работы автомобиля все software компоненты для своей работы склеены для с помощью уровня рты real-time environment этот уровень очень важен с точки зрения того что он обеспечивает запуск этих software компонентов в определенному алгоритму например по ивенту либо по прохождению сигнала либо периодически например там каждые 10 миллисекунд для простоты возьмем вот и собственно уровень рта еще обеспечивают передачу сигналов от и софт компонента к другим компонентам ниже уровня рта у нас находится уровень basic software бсв этот уровень если посмотреть более подробно он состоит из целого куча разных сервисов вот включая и операционную систему операционная система в автосаре немножко специфическая это операционная система построена по стандарту осик и она так называем true real-time operation system со своими интересными плюшками то есть она позволяет вам например делать preemption и non-preemption чего не позволяют стандартные коммерческие операционные системы вот но ныне об этом основная цель basic software это обеспечить базовые сервисы как я уже говорил таким базовым сервисом у нас может относиться как логер например как функции диагностики функции персистента например функции которые могут сохранять данные в памяти функции которые могут пересылать сигналы с уровня если у хардвея на уровень rtx software компонента приблизительно такая набор количество бсв уровня обычно обсуждается каждым уэмом ста и рваном отдельности и как правило это все в контракте прописывается какое количество модулей без необходимо для выполнения той или иной операции функциональности если вы скажем так вот еще один уровень в автосаре это наш мкал микроконтроллер обстракшин самый нижний уровень микроконтроллера по сути если посмотреть на него с точки зрения стандартной мбд разработки это обычный уровень халл который мы привыкли видеть вот только здесь он достаточно хорошо специфицирован и заточен конкретно под автосар как правило уровень халл уровень микроконтроллера он поставляется производителем силикона производителем чипа о чем я говорю например если мы берем микроконтроллер который сделан для автомати под автосар компании philips компания philips под свои чипы поставляет этот уровень мкал соответственно если texas instrument работает в этом сегменте то для своих микроконтроллер он тоже поставляет уровень к вот что очень важное чем я говорил уже ранее это то что интерфейсы между каждым уровнем детально специфицирован то есть каждый этот уровень специфицирован четко с точки зрения интерфейсов сервисов и всех модулей которые в нем используются не хочу собрать но где-то я видел такую хохму о том что если распечатать все документы автосара на сегодняшний день то это будет стопка выше наверно роста человека не знаю насколько этот баян является баяном ну хочет наверное полистал эти все документы я склонен к верить тому что это скорее правда это так для вашего понимания количество документов которые специфицируют стандарт автосар следующее что хотелось показать этот слайд я добавил для того чтобы показать масштабы картины масштабы стандарта автосар вот для общего понимания но в целом вы видите что здесь есть в автосаре собственно 9 core партнеров которые в общем то наверное скорее всего завалили всю эту кашу и сам собственно автосар разбит на некие такие подсельменты да то есть мы видим тот же самый general и м это компания кик volvo porsche mazda рено и так далее то есть это такие основные производители автомате и автомобилей скажем так у нас есть компании которые уходят в автосар консорциям это generic tire one это основные поставщики для автомате производители это те же компании denser delphi как вы видите это компании это я я называю только те которые я знаю те компании которые являются основными поставщиками для ауэма также в автосар консорциям входят компании которые занимаются стандарт software это программное обеспечение для работы с автосаром то есть это всевозможные тулы инструменты которые позволяют сконфигурирует корректно автосар софтвер сбилдить это софтвер ну грубо говоря довести этот софт до уровня бинаря который можно залить на микроконтроллер и посмотреть как он работает среди таких компаний известных это компания вектор это mentor graphics это компания это это компания электробит это такие зубры скажем сегмента автосара которые создают именно инструменты интересный сегмент это tools and service это компании которые в рамках автосара создают специфические инструменты и здесь вы можете заметить компанию матлаб видите компанию диспейс и резонный вопрос можно было бы задать что матлаб сделать здесь и ответ будет очень интересный на следующем слайде я на следующих слайдах вам покажу но я вам расскажу очень большую тайну и это тайна кроется в том что очень много программного обеспечения то бишь вот этих софтвер компонентов которые создают рван и создана с помощью матлаба то есть создается некая математическая модель которая симулирует поведение системы и с помощью тулом от лаба производится генерация кода которая потом портируется оборачивается и ранится собственно на самом и сию на электронном блоке вот и еще перечень компаний которые работают в этом сеймите это компании поставщики силикона семиконтактор компании nxp инки не он даже текст texas инструмент и так далее которые собственно и поставляют уже микроконтроллеры процессоры для работы в автомате домене вот теперь хотелось бы немножко поговорить о как выглядит архитектура и собственно устройство современного автомобиля здесь слайды назвал классическая надежная распределенная система вот и что я хотел собственно этим сказать я хотел я сказать собственно следующую вещь это то что современном автомобиле вся логика и весь бизнес софт автомобиля он распределен по всем этим электронным блоками сию да вот каждый этот бачок он предоставляет и сию схема которая изображена здесь она упрощенная в современных автомобилях количество и сию большое об этом поговорим немножко позже вот и в общем то презент здесь репрезентована для простоты уменьшенное количество заведомо важно понимать что все электронные блоки в автомате в система они максимально независимы друг от друга что имеется ввиду имеется ввиду то что когда вы заводите автомобиль и поворачиваете ключ каждый из этих модулей запускается автономно сам по себе они как дети в детском садике один проснулся закричал пробудил второго и так далее и все если у просыпаются зависит от того насколько быстро они стартуют насколько быстро каждый здесь и может выйти в рабочий режим вот естественно при таком при такой среде говорить о каких-то зависимостях что запускается это если и потом запускается вторая третья невозможно и поэтому для того чтобы такая система была надежная и работоспособная вы автосаре зал заложено максимум усилий для того чтобы все есть и работали независимо друг от дружки на самом деле все кроется в очень простом механизме и этот механизм состоит в том что если мы берем какой-то отдельный вычислительный модуль которые получают какие-то сигналы на вход делает какую-то бизнес логику математику и потом выдает сигналы на выход да вот как черный ящик вот то сигналы которые если ее берет на вход они берутся и сохраняются в виде локальных перемен и есть некие локальные перемены в которых хранятся значения во время старта если ее не цилизации эти значения предустанавливаются в дефолтные значения которые позволяют этому если ее работать либо сгам зайти в рабочий режим вот и если you по своему заданному алгоритму работает на вот этих дефолтных значениях посредство когда другие если ее подымутся и заработают эти сигналы посредством шин автоматики такие как линк канн эзернет флексрей эти сигналы например с этой сиюшка через сеть добежат добежут до другой сиюшки локальные копии сигналов заменится уже на рабочие сигналы если ее начнет считать уже скажем те правильные данные реалистичные которые должны быть и в этом и кроется вот это скажем так повышенная надежность и она состоит в том что если не дай бог какая-то из сию например тот же вот parking sensor перестал работать либо здесь произошел какой-то сбой а watchdog детектировал зависание сию и начал перезагрузку то собственно другой блок например что тут у нас может быть например какой-то блок управления вот инфотеймента да который управляет парк паркованием автомобиля на самом деле он на какое-то время будет работать на своих локальных копиях пока вот это из сию будет перезагружаться после того как она перезагрузится он подтянет новые сигналы он продолжит работать естественно есть сигналы которые потребуют скажем так высокого уровня присутствия а это так называемых его лоббилити есть механизмы ватасара которые позволяют делать хай в лоббилити то есть высокое присутствие сигнал вот это тоже реализовано и при этом допустим если у в случае если там в окружении до происходит какие-то ошибки она способна зайти в какие-то специальные деградированные режимы вы наверно слышали о том что если там допустим у двигателя появился там ключик либо там режим check engine при этом автомобиль по-прежнему заводится он способен ездить управляться как-то но при этом он там меняет как-то звук меняет свой режим работы это как раз говорит о том что вся система разработана таким образом чтобы автомобиль по-прежнему позволял выполнять основную функцию при этом какие-то функции могут работать деградированном режиме вот и при этом естественно нотифицируется водитель о том что тебе надо посетить там сервис центр и пофиксить какие-то проблемы вот что хотелось еще сказать о том что в данном данной системе у нас есть появляется возможность резервирования и семью я говорю о том что если у нас допустим есть несколько и силе это если очень критическое для работы например тормозов до критический модуль то у нас таких и сил может быть несколько в системе соответственно если вышла одна из трое то вторая подхватывает управление она способна выполнять как бы какую-то безопасную функцию и еще один важный факт который не совсем выплывает из того что мы еще обсуждали это то что бизнес логика оем собственно производителя автомобиля она распределена по всему автомобилю то без каждой и силы есть собственные компоненты которые создал собственного им производитель авто вот и еще один важный момент который необходимо упомянуть это то что сигнал из одной сети может туннелироваться другую сеть примеры этого например у нас здесь есть тормоза да и если допустим а есть какой-то модуль например вот здесь плохой пример да например с инфотеймента да как-то там активирует например стояночный тормоз да вот собственно сигнал отсюда туннелируется в хэд юнит хэнд юнит он туннелируется в эзерна через эзерна через гейтвей в кан попадает станок через повер трейн гейтвей попадает в этот то есть вот такая вот туннеляция происходит сигнала если собственно для работы модуля брейка необходим сигнал который находится в импотейменте вот вот происходит в общем то такая вот система вот время бежит я буду немножко ускоряться поэтому немножко извиняюсь за повышение скорости вот хотелось бы немножко этим слайдом еще отобразить то как у нас построен сам процесс разработки в автосаре вот выглядит он приблизительно следующим образом оем как разработчик автомобиля он создает бизнес-логику и делит эту бизнес-логику по софтвере компонентам все эти софтвере компоненты на уровне викор викор архитектор дизайн они выглядят как бы абстрактно и независимо от друга друга здесь специфицируются сигналами которые обмениваются софтвере компонент это могут быть сервисы и обмениваются типы сигналов то есть разрядность и int и чары либо это допустим структуры какие-то которым меняются и соединяются все эти связи между софтвере компоненты на этом уровне у нас формируется архитектура автомобиля вот после того как архитектура автомобиля сформировалась этого слона так называем начинают делить немножко на части на части делить путем объединения софтвере компонентов так называем софтвере композиции на этом уровне вот мы можем увидеть до что софтвере компонент 1 и 2 попали в софтвере композицию 1 софтвере компонент 3 от софтвере композицию 2 собственно сама уже софтвере композиция она уже специфицирует то что вот эти два софтвере компонента будет размещаться висе и один а вот этот софтвер-компонент будет размещаться в ECU2. И на этом этапе, соответственно, под эти две софтвер-композиции у нас формируется так называемый XML-файл. В принципе, он и выше сформировался. Он здесь, если вы посмотрите, XML-файл в принципе везде присутствует. И этот специфический XML-файл в Automotive называется Rxml. Automotive XML-файл. Этот XML-файл по сути своей содержит для каждого уровня абстракции, описывающие входы, выходы, соединения и связи между всеми компонентами. Так вот, когда мы определили софтвер-композиции, которые связаны тем или иным ECU, далее мы экстрактим XML-файлы в системе и мы получаем уже экстракт под конкретный ECU. То есть вот эта ECU, она дальше уже идет TR1 в разработку. Соответственно, ECU2 пошла второму TR1 в разработку. Здесь мы уже работаем в абстракции конкретно одного ECU, его сигнала. И, собственно, вот эти, видите, индепенденции, которые у нас были между ECU-шками, они уже специфицированы тоже в этом XML-файле, описывающие, какая зависимость этой софтвер-композиции к другим ECU-шкам. После того, как TR1 получил вот этот XML, получил описание софтвер-композиции, а еще к этому здесь не отображено, он еще получил спецификацию, которая описывает, что должна делать эта ECU для понимания такой документик страниц в тысячу, он приступает к конфигурации автосар-уровней. Он берет от какого-то поставщика, например, от вектора тулы, и с помощью этих тулов подгружает эти XML-лины, формирует софтвер-компоненты. Если TR1 отсюда прислал имидж софтвер-компонента, собственно, он интегрирует этот софтвер-компонент в тулах, в этот ECU, и, собственно, конфигурирует RTE, BSV и MCAL уровень. После того, как вся эта конфигурация здесь произошла, XML-файл имеет возможность бегать туда-сюда по уровням, собственно, для того, чтобы чекнуть, что здесь все правильно, послали наверх, здесь проверили, все окей, послали на низ, здесь все снова проинтегрировали, все работает. Наши автосар-тулы нам в результате сгенерят имидж. Соответственно, здесь я забыл упомянуть о том, что здесь тоже есть первый уровень, на котором у нас появляются программисты, которые, собственно, создают софтвер-компоненты, позволяют сконфигурировать всю работу ECU, если необходимо дописать новые компоненты, если есть какие-то сложности, пофиксить проблемы. И здесь после генерации и компиляции того, что у нас создано на этом уровне, у нас получается имидж. И имидж мы прошили уже на наш кристалл, на микроконтроллер, и здесь мы уже, собственно, производим верификацию, соответствует ли то, что поведение самой ECU тому, что у нас было специфицировано на этих уровнях, через XML-файлы и, собственно, спецификации, которые пришли поставщику на создание вот этой ECU-интеграции. Это вкратце о том, как выглядит, собственно, на сам процесс. Процесс достаточно длительный и процесс достаточно такой сложный для понимания, скажем так. Немножко хотелось бы сейчас еще поговорить об эволюциях автомобиля. Если глянем на самые первые автомобили, для примера, это Volkswagen Beetle. В нем было у нас 0 количество ECU и 50 метров медного провода для сравнения. В то же время до появления автосара, вы помните, автосар 2005 год появился, у нас есть Volkswagen Poetton, который имел в себе приблизительно 4 километра провода, приблизительно 45 электронных юнитов и приблизительно 3 разных сети уже внутри автомобиля. Ну и, собственно, у меня нет информации о современном Volkswagen и что он себя представляет. Достаточно скрытая информация, скажем так. Но что я точно знаю по нашему проекту, это то, что сейчас в современных топовых автомобилях у нас на борту автомобиля больше 100 электронных блоков, больше 100 ECU. И, в принципе, тренд, который наблюдается по рынку, это приблизительно 4 ECU, прирост по функциональности каждый год. В год приблизительно плюс 4. В рамках современного автомобиля, интересная статистика, у нас бегает около 7000 сигналов на сегодняшний день. И количество шин, которые используются в автомобиле, тоже впечатляющее. Это Slin, Can, FlexRay, Most Ethernet, весь этот зоопарк, весь он находится в автомобиле и дружит друг с дружкой, и все общаются посредством гейтвэя. С точки зрения софта в современных автомобилях софт доходит до одного гигабайта, у некоторых может и больше. Не берусь говорить за Mercedes, они там любят все сделать красивенько. При этом карты – это порядка полгигабайта, которые дополнительно еще тянут с точки зрения программного обеспечения. И мы были в компании Wiener Automotive когда-то приблизительно год назад, это больше уже, наверное, из-за ковида. И мы с ними общались с точки зрения того, как у них происходит подготовка автомобиля, какие проблемы есть. И такой интересный инсайт, что некоторые автомобили, которые на Wiener проходит предпродажную подготовку, их необходимо дополнительно прошить. Так вот, собственно, софт вэдонлод у них может занимать 4 часа и более. Особенно если начинается что-то фейлиться, то это может и сутки занимать, и больше суток занимать. С точки зрения обновить софт одного автомобиля. Достаточно такой трудоемкий процесс. Если посмотреть на количество ECU и сенсоров в автомобиле, то вы можете заметить то, что электроника в современных автомобилях везде. Буквально полностью автомобиль наш напычкан электроникой. И это то, что происходит сегодня. Интересный слайд с точки зрения того, как у нас растет количество функционала с приростом с годами. И на сегодняшний день стандартные опции, как подушки безопасности, системы пассивной безопасности, системы ABS, это стандартные вещи, которые сейчас по законам и по безопасности критерии как бы must have в любом современном автомобиле. И все автопроизводители обязаны это все синтегрировать. При этом вы понимаете, что стоимость остается та же. И это все решается как бы в рамках тех же бюджетов. Скажем так. С точки зрения этого слайда. Растущее количество ECU ведет к усложнению сети автомобиля. И как результат, ОМ стремится архитектурно разбить сеть на подсети с разной скоростью, безопасностью и security. Обмен данными существенно усложняется. Требуется применение gateway. Вы видите вот здесь такой модульчик. Путь обмена сигналами между удаленными SWC, а софтвая компонентами, получит дополнительные задержки. То есть если мы здесь представим ситуацию, что у нас есть здесь на линшине актуатор, который передает информацию к ECU2, то, соответственно, сигнал отсюда должен пройти через доменный мастер air-контроллер, air-кондиционер, пройти через сигнал low-con-speed gateway, через gateway перескочить на flex-ray и приближать только на эту ECU. В общем, такой длительный путь проделает этот сигнал. Самое печальное, что с ростом количества сигналов, которые бегают в этой системе, как я уже сказал, в современных автомобилях это порядка 7000, у нас и растет сложность конфигурирования сети. И если нам, например, не дай бог, надо поменять что-то вот здесь, формат этого сигнала от этого актуатора не меняется, и он бежит к этой ECU-шке, это будет большой головняк. Потому что ввиду вот этой коммуникации отсюда сюда нам придется переконфигурировать не только вот этот блок, нам придется переконфигурировать вот этот модуль аэрокондиционера, gateway и, собственно, саму ECU-шку, которая принимает этот сигнал. И если мы посмотрим архитектуру, изображенную здесь на экране, с точки зрения сигналов, то мы увидим следующую картину. Вот это, казалось бы, простая и красивая архитектура, которую мы видим здесь. А если посмотреть на сигналы, то она превращается в такую вот не очень красивую репрезентацию, в которой показаны именно сигнальные зависимости между блоками. То есть с точки зрения архитектуры все хорошо. Но если мы посмотрим на сигнальную зависимость, то все выглядит достаточно печально. И то, о чем я говорил, что если мы меняем сигнал, одно дело, когда эта маленькая ECU-шка с небольшим количеством связей, это еще как-то терпимо. Но не дай бог нам придется поменять что-то в этой большой ECU. Это повлечет титаническое количество усилий для того, чтобы проверить интеграцию вот этой ECU с другими ECU. И еще вы можете заметить, что я здесь подсветил специально цветами, о том, что в каждой из этих ECU у нас присутствует софт, который является поставщиком от OEM. То есть это большие компании-автопроизводители поставляют. Плюс у нас есть Тайрван специфик. То есть Тайрван сам создает по спецификациям софт. И это все интегрируется, живет вместе в одной ECU. И так софт, собственно, самого OEM, он распределен везде. И у нас есть софт Тайрвана, который тоже распределен везде по системе. Собственно, что хотелось здесь сказать по поводу этого слайда. Это то, что одна функция, которая у нас имплементируется в рамках функциональности автомобиля, она может еще и быть распределена по нескольким ECU. То есть модуль тормозов, например, функциональность, она может быть размещена, допустим, в это ECU, плюс в это ECU и плюс в это ECU. При этом, вероятнее всего, поставщики всех этих ECU у нас будут разные. Разные будут Тайрваны. При этом, скорее всего, у нас еще и будут несколько вариаций этих ECU, потому что какую-то из них мы поставляем на одну версию автомобиля, и какую-то более прокачанную или продвинутую мы будем поставлять на другую версию автомобиля. И вся вот эта координация изменений, любое вот это изменение ведет к титаническим затратам и к титаническому количеству времени, которое необходимо потратить для синхронизации всех этих изменений. И, собственно, вот это тот момент, к которому мы пришли с точки зрения сложности архитектуры и сети автомобиля. То есть, система, пока в ней есть небольшое количество ECU, построена по архитектуре автосара достаточно надежно, и это оправданный шаг. Это то направление, по которому автомойки в рынок двигался в течение последних 10-15 лет. Но современные реалии по количеству ECU, по сложности системы, по тому, что рынок требует новых изменений, новых функций, он приводит к тому, что поддерживать такие системы становится сложно. И сейчас я бы хотел немножко переключиться и поговорить о трендах рынка. А, собственно, почему мы, собственно, говорим о том, что в автомойте в рынке следуют большие перемены, автомойте в рынок сейчас на грани переломных событий. И это связано с тем, что у нас появились новые тренды. И тренды эти звучат следующим образом, что у нас есть тренды по повышенной автономности, у нас те же компании, как, например, Uber, Tesla, они занимаются самоуправляемыми такси, и это вопрос времени, когда у нас появится самоуправляемое такси. Это такой тренд, как конкуренция самолету. Время посадки, чекина, чекаута самолета, он занимает порядка трех часов. И если учесть время посадки, там, высадки, суммарно, там, грубо говоря, берем там 3-4 часа, то есть очень много кейсов, где с помощью автомобиля можно добраться за адекватно такое же время. Поэтому если будет самоуправляемое такси доставлять за те же 3-4 часа, то это адекватно времени полета на самолет, и при этом вы, как бы, не тратите это время пустую. Кроме того, есть кейсы, где в автомобиле, в который оборудован достаточно удобным, креслом вы можете выспаться ночью, за ночь этот автомобиль может вас доставить с точки А в точку Б. Таких юзкейсов много, и такие юзкейсы сейчас прорабатываются. Следующий тренд – это повышенная электрификация. Вы видите, что на сегодня много европейских компаний запрещают у себя эксплуатацию дизельных автомобилей. Англия – одна, наверное, из первых компаний, которые запрещают сейчас уже бензинные автомобили. Не помню, правда, к какому году, но это идет тренд. И в целом все автомотив-производители переключили сейчас больше фокус на создание пехел, плагин-хайбрид технологии и с перспективой переключения полностью на электрические автомобили. Вот. Следующий тренд рынка – это у нас подключение к сети. У нас появляется уже не просто возможность удаленного запуска автомобиля, а с помощью подключения к интернет наш автомобиль превращается в что-то наподобие телефона, где вы можете установить климат, вы можете проконтролировать зарядку, вы можете проконтролировать какие апдейты, какие фиксы прилетели на ваш автомобиль и вы можете в целом делать управление автомобилем с точки зрения функционала, который он обеспечивает. Интересная функция, которая есть даже у нас в Украине, компания Gatman Car, если не ошибаюсь, предоставляет функцию каршеринга. В Европе это более распространено, особенно в городах, где обладать автомобилем достаточно дорого. Это достаточно интересная дешевая альтернатива такси, когда вы можете с помощью смартфона открыть автомобиль, попользоваться ими, оставить где-то в другом месте, где его заберет кто-то другой. Следующие тренды рынка – это новые технологии, которые стоят над за порогом. И у нас диктующий тренд – это технологии машин лернинга, которые требуют сбор данных, которые требуют анализ фолл-репортов, это механизмы обучения, и это такие интересные штуки, превентив мейнтеннс, когда автомобиль наперед делает диагностику и вам делают как бы репорт и предупреждение о том, что вам необходимо поменять какие-то детали, он может заказать эти детали, вплоть до того, что он у вас запишет на сервис на какую-то дату, когда вам удобно, и все эти детали приедут к вам, и у вас не будет проблем с тем, что необходимо ремонтировать. Есть интересные технологии под названием V2X, насколько я знаю, у нас в GlobalLogic даже есть интересный POC-проект по этому направлению, так что кому интересно Welcome посмотреть, присоединиться, я думаю, что тоже интересные ребята занимаются. Основная тема технологии V2X это обмен информацией между автомобилями и инфраструктурой. Основные вещи, которые решает эта технология, это возможность сокращения расстояния между движением автомобиля. Трафики у нас растут, если автомобили могут общаться с друг с дружкой, расстояние безопасное автомобиле можно уменьшить, тем самым сократить загруженность трафика, а автомобили могут общаться с светлофорами, дорожными знаками, понимая, что светлофор переключится, тем самым более плавно ограничить движение, экономия топлива и всего такое. И интересные функции это облачная интеграция. Эти технологии сейчас применяются для того, чтобы автомобили имели возможность предупреждать друг с дружкой о каких-то либо проблемах на дороге. Пример такой интеграции, например, не говорю конкретного вендора, но знаю, что это есть и это сейчас работает. Если автомобиль, проезжая какой-то участок дороги, зафиксировал, что есть гололед, и он зафиксировал по раскальзыванию, он эту информацию сбрасывает на облако, сигнализируя другие автомобили, которые едут позади, о том, что там будут какие-то усложненные дорожные условия, скажем так. Тренды рынка, которые преследуют автомобиль, это новые возможности. Тот же автомобиль, та же электрификация. И еще один интересный тренд, который появился буквально недавно, и хороший пионер в этом тренде, это компания Тесла, который позволяет продать автомобиль вам, как мобильный телефон. Вы покупаете автомобиль пустой, с базовым программным обеспечением, и впоследствии эксплуатации вы можете потестировать какие-то функции, например, тот же автопилот, вы можете купить автопилот какого-то уровня, или допустим какой-то драйв ассистенс, который помогает вам при управлении автомобиля. И вы это программное обеспечение можете себе доставить, самым прокачиваясь в автомобиль, наполняя его другими функциями, делая его дороже, делая его интереснее, кастомизируя его под себя. И последний драйвер рынка это вызовы классической технологии. То, что мы говорили о классике, это больные места, это количество вариаций. мы понимаем, что автомобили, которые продаются сейчас, они имеют большое количество опций. Наверное, пионер в этом, компания ВАК, особенно Шкода, например, где вы банально чуть ли не все возможные функции можете заказать, что есть, что нет. Есть компании, которые пакеты только предлагают, есть либо такое, либо такое. Эти все вариации, они, как правило, бьют по сложности вот этой электрической сети, по количеству вот этих вариантов, сигналов, зависимых сигналов и все так далее. Это систем комплексити, снова, эти 7000 сигналов, которые бегают по сети. Любое изменение, оно автоматически приводит к тому, что необходимо все перетестировать, необходимо проверить все эти связи. Это проблемы, связанные с багами. Пока автомобиль находится на стендах и он тестируется, мы можем все логировать, мы можем все записывать и отслеживать. После того, как автомобиль сошел с производства, автомобиль ездит, эксплуатируется, логеров на системах, на шинах нету, и логировать как-то, исследовать ошибки становится весьма проблематично. И здесь как бы есть большие вопросы к сейчас современным автомобилям и до сложности системы. Стандартный вопрос EMC проблемы и большая боль это перфоманс сышу. То есть у нас растет потребность рынка в новом функционале, но с точки зрения маленьких микроконтроллеров ограничений современный автомобиль, современная архитектура не может позволить резкого повышения перфоманса, резкого повышения функционала. конечно есть вариации, есть возможности, автосар не стоит на месте, он развивается, есть автосар адаптив и автосар опен, он живет своей жизнью, он перешел на новые рейки, на новые технологии и технология развивается, но все же мой доклад не об этом. Не претендую быть гуру, либо говорить что-то хорошо, что плохо, я пытаюсь своим докладом подсветить, что есть определенные тенденции, а выводы делать вам самим и решать самим. И что касается современных и новых подходов, то если мы посмотрим на современные подходы, то сейчас идет массивный переход от распределенной вычислительной системы к централизированной компьютерной архитектуре. Таким образом, вместо сотни распределенных ECU, основная бизнес-логика работы автомобиля перемещается в центральный компьютер. Такой подход более гибок в создании программного обеспечения, позволяет более быстрый рост программного обеспечения, возможности реиспользования модуля и более простой удаленный менеджмент. Также появляется возможность эффективно разделить три важных домена автомобиля. Это модуль инфотеймент, красивая картинка, то, что мы любим, экранчик, красиво отображается. Это центральный компьютер, который управляет собственно всем автомобилем и автономную здраво система. Модуль самоуправления, который в том числе может быть опциональный, как раньше было в сопроцессорах. При данном подходе проектирования наши электронные вычислительные блоки превращаются в более простые модули. Возьмем такую абстракцию примера, как мышка у компьютера, которую легко заменить на другого поставщика. Мы можем взять мышку другого поставщика и до тех пор, интерфейс специфицирован, мы можем вставить другую мышку, она будет работать аналогично. тоже предлагается сделать централизированные системы. Наши gateway модули, которые раньше делали декодирование сигналов с одной системой в другую, они превращаются в некие концентраторы, назовем это USB-хабы для простоты, которые собирают данные из периферийных ECU. И самая важная особенность централизированной системы это то, что в данном подходе у нас появляется возможность обеспечения апдейта программного обеспечения через воздух. Эта технология называется Always Air OTA. И Tesla, например, как компания использует OTA исключительно для управления программным обеспечением, добавления новых функций, распространения новых возможностей, фичей, обновления и исправления текущих ошибок в системе. Если мы посмотрим на центральные блоки модуль управления Tesla, то мы увидим здесь несколько ядер, которые управляют централизированных мощных процессоров, которые управляют обработкой видеоканалом и управляют также основной работой бизнес-логикой работы автомобиля. вот и что касается самой компании Tesla, то наверное Tesla это классический пример автомобиля так называемого software defined car. Я не знаю как это перевести на русский язык, поэтому оставляю как есть. И должен сказать, что в отличие от других производителей Tesla начала создание своего автомобиля с чистого листа. Основная цель была разработать автомобиль, который управляется программным обеспечением и построен на централизированной вычислительной платформе. Как результат практически любая новая функциональность или модификация может быть прошита через software download и доставлена по воздуху. На сегодня Tesla как компания пионер централизирован направления и по сути компания Tesla довела жизнеспособность данного направления и создала толчок остальным компаниям действием в этом направлении для построения автомобиля будущего. Звучит очень многообещающе, но в каком-то смысле это есть так. Для любопытства можете посмотреть YouTube, где обзоры того, как работает Tesla, как приходят апдейты, как автомобиль можно расширить функциональностью. В каком-то виде Tesla это как раньше был компьютер, системный блок, который вы можете наполнять функциональности. Это такая очень грубая абстракция, но она где-то так отображает приблизительная действительность. Еще одним интересным трендом на рынке Automotive, которым я хотел бы сообщить, это совмещение HMI, это human-machine интерфейс, это основная панель приборов, которые мы привыкли видеть за рулем. указатели оборотов двигателя, скорость, разные другие интересные информации для водителя и собственно модули infotainment. Infotainment это у нас развлечение, это карты, это игры, это музыка, это видео. Если мы посмотрим на то, как сделала Tesla в Model 3, то мы можем увидеть, что они по сути сделали очень непростую вещь и в какой-то смысле несовместимую. Они совместили HMI, основной блок панель управления автомобилем вместе с модулем infotainment. Проблема этого совмещения состоит в том, что этот блок, который находится слева, кто работал с Automotive знает, он ACLB compliant, он требует высокого уровня безопасности, если здесь какая-то неправдивая информация, либо эта информация каким-то образом пропала на какое-то время, то эта информация может привести к тому, что водитель потеряет управление контрольно автомобилем, либо он будет неправильно усведомлен о том, что происходит в автомобиле, это как бы небезопасно. С другой стороны мы видим infotainment, здесь карта, здесь есть явное подключение к интернету, здесь могут быть вирусы, здесь могут быть другие проблемы, и все эти системы работают в одном домене, отображаются на одном экране, и это все весьма становится интересно. Есть технологии, которые позволяют это решить, есть технологии, базирующие на гипервизорах, с разными операционными системами, сейчас на автомоте в рынке это такой интересный тренд, который весьма горячей, все подхватывают, мерседес делает большие консольные панели, на которых совмещена вся информация, карты отображаются и на HMI, и на инфотеймент, поэтому интересно, те, кто хотел попробовать себя, могут попробовать в этой области, спрос очень высокий, компании, целый ряд компаний, такие как Samsung, Nvidia, Qualcomm создают специализированные чипы на базе мощных ARM-процессоров и hardware-акселераторов видеообработки для этой области, и здесь, в общем-то, требуется много разных высококвалифицированных специалистов с области гипервизоров, BSP, программирования патчинга Kernel, UserSpace, различные технологии, которые и знания, которые позволят построить платформы разработки на базе современных ARM-процессоров, на базе систем реального времени, такими как RTOS, как QNX, Linux, Android, все это здесь востребовано в этом домене. И что касалось последнего слайда, о чем хотелось бы поговорить в заключении, это движение в направлении создания software defined автомобиля было в процессе разработки на протяжении десятилетий. И практически все OEM работали над новыми архитектурами. Автосар, как технология, продолжает и дальше развиваться. Есть Автосар институт бизнес- логика, то Tesla на своем примере ускорила переход к созданию централизированной платформы, нечто наподобие компьютерных колесах. И здесь рождается целый перечень вопросов. Смогут ли все OEM быстро перестроиться к такому изменяющему рынку? Смогут ли гиганты перестроиться из интеграторов и создателей спецификаций и переформатироваться в высокотехнологичной IT-компании с внутренней разработкой программного обеспечения? Ответ на это покажет время. От себя могу добавить то, что все известные OEM прикладывают огромные усилия для трансформации своего бизнеса, ищут возможности и ищут подрядчиков, которые способны помочь в создании команд и групп, которые позволят создание новых платформ на базе централизированных систем. В свою очередь скажу, что создаются соки и процессоры, которые позволяют на сегодняшний день создать подобные централизированные системы. Это многоядерные ARM-процессоры, на которых хранятся гипервизоры, различные операционные системы real-time, general purpose, поэтому спектр специалистов, которые сейчас активно востребованы на автомоте в рынке большой. И при этом я, соответственно, ничего не коснулся с точки зрения безопасности, процесса разработки программного обеспечения, как делает это автомоте, это вообще другая сфера, огромнейшая, то, как происходит тестирование, то, как выглядит continuous integration environment, то, какая степень автоматизации тестирования в автомоте, это как бы другая эрея, отдельная для другого, скажем так, embedded семинара, но все это весьма интересно, на правах рекламы Global Logic делает много в этой эреи. У нас есть целый департамент, который занимается, есть много других компаний, которые развивают автомоте, активно в Украине, поэтому, если вас интересует разработка программного обеспечения в, скажем, в системах, построенных на современных процессорах с применением современных технологий, то вам следует, я думаю, рассмотреть автомотик, изменения, которые происходят здесь весьма интересны и многообещающие. Я думаю, что мы можем переключиться по дзи вопросов. Может быть, здесь будет о чем-то интересном поговорить. Спасибо всем за внимание. Первый вопрос. В архитектуре на слайдах вся коммуникация завязана на gateway. Это общепринятая практика или есть другие архитектурные решения? На самом деле ответом на этот вопрос что gateway позволяют переносить данные с одной сети в другую сеть. Не обязательно используем gateway. Естественно, чем проще сеть, тем лучше. Но особенность автомотик в рынке состоит в том, что все они считают деньги. И чем дешевле вы можете сделать какую-то электронную кусок, тем лучше. Поэтому у нас появляются разного типа шины. У нас появляются дешевые шины лин. Это так в простонародье называется хан для бедных. Которые построены на базе уарта. И они способны имплементировать модуль управления дверей. Где на линшине у нас имплементирована вся левая дверь со всеми кнопочками и стеклоподъемниками. Там же у нас какие-то кнопочки управления зеркалами и так далее. Все это соединяется по шине лин и перебрасывается внутрь машины в центр. Для того, чтобы эти сигналы перебросить на скоростные шины, такие как кан, флексрей, этот гейтвей, его функция как раз перебросить эти сигналы с низкоскорожного лин в кан либо скоростной кан и в диле либо тот же флексрей. Собственно, это то, что делает гейтвей. Интересное свойство по поводу конфигурирования этого битвей. Когда сформировалась архитектура сети на уровне functional function bus и мы распределили модули по софт композициям, то перейдя к практической имплементации, мы знаем, что вот эта софт композиция например имплементирована в кондиционере, а модуль управления кондиционера например имплементирован в headunit. И на этапе генерации тулы автосара понимают, что сигнал отсюда туннелируется через гейтвей в этот модуль и гейтвей будет автоматически на уровне bsv сконфигурирован для туннелирования пакетов отсюда с этой сети Ethernet в сеть лин. Это вкратце отвечая на вопрос по гейтвее. Или была проблема слайд не шарился. Я понял. Надо было нажать кнопочку. так давайте пойдем к следующему вопросу. Следующий вопрос какой порог входа сложна ли бюрократия к примеру есть разработчик лидара какие круги ада нужно пройти для его внедрения в эту систему. Интересный хороший вопрос вот и на самом деле не просто это все в том плане что пройти придется много но как говорится не так страшен волк как его молю поэтому если вы понимаете C++ у вас есть желание работать программировать и творить не вижу здесь каких-то особых проблем я так понимаю что вопрос немножко специфический с точки зрения разработки лидара вот что есть как бы специфический и сию то скорее всего вопрос был связан с тем что предполагается разработка в рамках и сию и в рамках инструментов автосара вот для того чтобы поработать в автосаре придется немножко поучить сам стек придется пройти серию тренингов попрактиковаться но на самом деле ничего сложного единственная проблема в том что оно достаточно комплексное и потребуется какое-то время для того чтобы въехать всю эту технологию но знаю компанию global logic забегая наперед как правило стартует новый проект ребята начинают с некого простенького пиоси быстро входят в курс дела и начинают потом деливерить и каких-то особых проблем я бы здесь не ожидал бы поехали дальше по вопросам в аэроспейсе по стандартам скорость гарантированной доставки слова по эзернет 50-200 миллисекунд а в автомобилях сколько это мегабайт подушка за сколько миллисекунд должна принять сигнал ну мне будет наверное тяжело ответить за сколько миллисекунд подушка безопасности должна принять сигнал и отработать я могу сказать одно что то с чем я сталкивался это время допустим фидбэка от какого-то модуля на реакцию это порядка наверное 50 миллисекунд вот именно например мы занимались модулем эмуляции модуля брейк-блендинга это смешение от сигнала нажатия на педаль тормоза до именно отработки педали собственно схватки цилиндров тормозов нюанс состоит в том что в гибридных автомобилях у нас есть еще генератор вот и собственно этот модуль блендинг за что он делает он получает сигнал от тормоза вот этот сигнал добегает центральную систему центральная система принимает решение сколько с этого скажем нажатия на тормоза необходимо отдать генератору чтобы генератор сделал рекуперацию и забрал эту энергию и сколько сигнала надо додавить на тормоз и нюанс здесь состоит в том что как оказалось генератор штука весьма медленная несмотря на то что электронный блок он не сразу способен принять ту нагрузку которую необходимо забрать автомобиля на торможение поэтому для того чтобы замитигетить эту проблему делаю такой лайфхак сначала начинают активно торможение то есть сразу включается пассивная система торможения потом по мере того как генератор начинает брать на себя энергию активная система снимается и начинает подключаться генератор это в частности одна из проблем о которой мы общались и интересный трюк был в том что автомобили тойота приусы первого поколения боялись покупать из-за того что во время нажатия на тормоз была пауза и люди на самом деле пугались от того что тормозит автомобиль и не тормозит и собственно было связано с тем что генератор сразу не может принять нагрузку которую надо вот и вот работа такого модуля это один из самых критических модулей он предполагает что там фидбэк лук порядка 200 миллисекунд что-то такое и если мы берем скоростной автосар с временем скедулирования аппликейшенов по 10 миллисекунд то там легко набегает джиттер что там 10 миллисекунд на время доставки с одной еси на вторую 10 миллисекунд джиттер потому что в центральной системе может быть задержка туда-сюда плюс доставка по умедленной системе линд может занять и до 100 миллисекунд поэтому скажем быстро это скажем 10-20 миллисекунд это самое быстрое наверное что в автомотиве могут приблизительно ожидать хотя теоретически у нас есть пруфов концепта где в централизированной системе мы можем скедулировать какие-то небольшие задачи с периодом одну миллисекунду это в принципе выполнимая задача но собственно доставить этот сигнал в центральную систему как правило занимает больше времени чем обработка центральной системы поэтому я бы говорил о цифрах порядка 10 там 50 миллисекунд давайте побежим дальше собственно тесла тоже использует автосар или у них своя инфраструктура я вам скажу так что автосар используйте и автосар это то что будет жить еще долго и основной ключ секрета автосара состоит не в том что система как бы сложная с точки зрения когда вы ее рассмотрите с точки зрения сигналов вот основной плюс автосара состоит в том что все интерфейсы строго специфицированы налажена работа с поставщиками модули портируемые это то что в рамках автосара легко поменять одного поставщика силикона на другой поставщика и так далее спортировать модули и в этом плане весь интерфейс работы с поставщиками налажен с помощью вот этих xml файла поэтому автосар будет жить единственное что если в централизованных системах станут более простыми то есть если мы говорим о модуле управления кондиционера то скажем так это если который будет большинстве случаев собирать информацию сенсоров и будет управлять какими-то допустим моторчиками так называем актуаторами системами активации чего-то вот а собственно сама бизнес-логика софтвер компонент который находился в этой ECU раньше он переместится в центральную систему и там уже собственно будет прорабатываться алгоритм каким образом аэрокондиционер будет выполнять ту или иную функцию поехали дальше наиболее востребованные языки программирования в Automotive это C++ и в принципе C используется это востребованные языки используется 11 стандарт используется специфические есть требования по знанию мисра ну в принципе ничего такого сверхъестественного следующий вопрос по поводу security насколько реально извне перехватить управление критически важными узлами автомобиля я думаю что это практически нереально по крайней мере есть специальный отдел в каждом скажем у каждого м который работает security вместе с требованием который тарваном опускается по функциональному опускаются еще два типа требований это требование по safety по безопасности и требования по security вот и собственно в плане работы этих ребят по security как раз и обеспечить секьюр на сети в нашей платформе на которой мы работаем у нас есть отдельный сок который выполняет функцию файрвола и он по сути разделяет внутреннюю подсеть от внешней подсети то есть то что работает на инфотеймент имеет подключение к интернету оно работает в одной сети вот а вторая сеть которая собственно выполняет safety функции управления автомобилем она находится отделенная с помощью файрвола это то как решается у нас такой подход поэтому наверное все возможно единственное о чем я хотел бы сказать что при создании автомобиля подразумевается что в нем есть разного вида сети если вы смотрели допустим хакерские какие-то видео как там взламывают либо заводят автомобиль то вы конечно должны прежде всего понимать что автомобиль производитель не делает для того чтобы его там он был какой-то неугоняемый это не есть цель их цель продавать автомобили делать новые автомобили поэтому с точки зрения иммобилайзера автомобиль защищен очень так посредственно то есть он защищен как для уровня такси либо для уровня каршеринга скажем так при этом в автомобиле предполагается несколько сетей есть шины кан так называемая очень защищенные они прокладываются специальных металлических туннелях и основная цель этих туннелей состоит в том что в случае ДТП аварии эта сеть должна быть максимально защищена и как правило такие сети идут по двум краям туннелям автомобиля то есть левый и правый есть там фраза шасси кен две скоростных шины которые по сути несут практически одни и те же сигналы и дальше те критические эсию например как тормоза они подключаются к обоим этим шинам и таким образом у нас получается избыточность информационного потока если там в случае ДТП рвется какая-то одна шина то вторая по-прежнему выполняет функционирование естественно это дорого прокладывает такие критические шины обычно в очень ограниченном количестве это как бы шина с самой высокой степени защиты есть другие шины более как менее защищенные как правило они идут где-то там под обшивкой под пластиком внутри но предполагается что к ним не будет доступа без какого-то раскручивания автомобиля есть еще третий вариант это к которым тоже необходимо какое-то минимальное раскручивание но к ним можно получить доступ снаружи и вот в случае угона вы наверное замечали что там где-то отрывается какой-то порог либо что какая-то фара вытаскивается или что-то и через это окно имеют возможность получить доступ к коншине или чего-то там и сделать какие-то операции с автомобилем это что касается шин поехали дальше эзернет в автомобилях обычно используют мегабитные или гигабитные все зависит от задачи которая необходима например в нашей платформе изначально аппетиты были на гигабитный эзернет если мы говорим про снова же формат построения как централизированной системы если мы говорим про архитектура ту вот которую вы видите на экране то здесь вполне вероятно достаточно будет фаст эзернет и все будет работать хорошо то есть это 100 мегабит вот почему на централизированную надо так много это потому в основном это необходимо из-за изображений видеоканал видеоканал кушает много ресурса и для его передачи соответственно там камер достаточно много это фронтальная задняя камера если мы говорим про теслу то у них там дублирование передняя близкая камера передняя дальняя камера и так далее вот количество камер большое и все эти потоки данных необходимо перенаправить центральную систему и это трафики соответственно вырастает до гигабит но при этом же допустим у нас аппетиты были гигабитные мы пришли к тому что есть гигабитные есть 100 мегабайт то есть такой микс и связано это снова же с кост редакшеном потому что гигабит стоит дорого и он не везде востребован не везде собственно необходим скажем так поехали далее вы занимаетесь только программированием или железом тоже хороший вопрос на самом деле в основном мы занимаемся программированием в в рамках компании глобал лоджик у нас есть отделы которые делают поддержку и бисп либо того же мкл как мы показывали для автосар вот и есть отделы которые именно работают скажем близко к железу я конкретно лично я не знаю команды которые работают непосредственно с железом но вот я персонально очень часто участвую на синках с нашей хардвей командой которые разрабатывают железо ну и в частности мы периодически проводим ревью того или иного дизайна и мы участвуем в запуске тех либо иных модулей и прототипов но непосредственно как бы электрический дизайн схемотехнический дизайн мы не делаем здесь очень важно еще упомянуть то что схема электрическая вот допустим если мы говорим про ту же централизированную систему она огромная это порядка там для вашего понимания 50 страниц и если мы говорим про самого ОЕМа то ОЕМа в каком-то виде не способен создать такое комплексное решение но поставщики силикона ну компания типа инвидиа либо квалком они как правило предоставляют референс дизайны да то есть готовые уже шаблоны и особенность ОЕМа состоит в том что они как правило на ранних стадиях стараются привлечь то есть они по сути платят этим компаниям как инвидиа либо квалком за то что они создадут им первую схемотехнику первую электрическую схему они совместно как бы с группой разработки с программистами работают на хардвер программисты над софтвер портируют софт который надо работать и предоставляя как бы референс дизайн программного обеспечения и создавая первый дизайн скажем альфа протокайп вот этого хардвер дизайна параллельно с этим ОЕМ создает свои команды группы которые работают железом и потом перспективы уже подхватывают работу железом это вкратце как обычно происходит работа вот именно по хардвер разработке но вот в целом как правило ОЕМ помогают в этом и потом ОЕМ подхватывает уже собственно хардвер дизайн поехали дальше используется ли масс вендорами сети типа canopen в автомобилях не знаю как ответить с точки зрения canopen в автомобилях в большинстве случаев с какими сетями я конкретно сталкивался и с чем работает конкретно клиент с которым мы работаем это can canfd это продвинутая версия can это flexray и lin вот и ethernet они не используют это то что у нас сейчас начинают использовать но я тоже знаю что например тот же бмв он использует очень много бмв пятерка например там вроде оптоволоконная токен ринг использован на мост 150 если я не ошибаюсь вот с точки зрения canopen не могу сказать что не знаю то не знаю поехали дальше нужен ли какой-то сертификат для embedded автомотив разработчика да в принципе я не думаю что нужен какой-то сертификат нужно желание нужен цвет в глазах и я бы сказал желание посмотреть и научиться писать код по всем правилам вот как бы софт разработки потому что если вы придете в автомотив вот это наверное автомотив аэроспейс медицинская тематика это наверное те области в которых разработка программного обеспечения делается по всем правилам закона то есть мы начинаем с идеей со спецификацией с созданием requirement потом подключается процесс под названием аспайс автомотив спайс который требует на каждом уровне создания своего уровня requirement описание тест кейсов это все тестируется это все трекается с точки зрения какая функциональность до какого уровня она заимплементирована до какого уровня она тестирована поэтому здесь в автомоте все это построено по правильному процессу создания программного обеспечения единственный нюанс который сейчас есть это то что автомотив компании сейчас переходят масштабно скажем от ватерфольного процесса к аджайловским процессам это процесс в частности по которому мы работаем это сейф который позволяет скажем в короткое время выкатить какой-то минимально работающий продукт чего не позволяет ватерфол вот здесь есть как бы нюанс и благодаря вот именно аджайловским подходом здесь позволительно скажем так начать как бы с более упрощенных процессов и постепенно увеличивать усложнять процессы требования функциональность которую мы создаем поехали дальше ну а сертификаты вы получите по ходу как бы работы по ходу обучения вы пройдете тренинги по автосару получите сертификаты по автосару у меня там есть несколько сертификатов по диагностике но это чисто такие ачивки которые особо и не считаю полученные как бы по ходу дела есть программный пакет для автосар в глобалоджик есть купленный автосар есть целая команда которые занимаются обучением автосара вот и у нас есть подразделение в глобалоджике находится в Польше которая массивно занимается автосаром но параллельно тем у нас есть крутые ребята которые прошли обучение в Польше которые проходили обучение в Германии если я не ошибаюсь и хорошо владеет автосаром от глобалоджики не берусь говорить за Харьков и Львов вот но в Киеве такая экспертиза есть программирование следующий вопрос программирование этой области используется мистер стандарты да используется мистер чекеры проинтегрирование посредственно в континью с интегрешен инвариумент на самом деле это сам мистер чекер он с точки зрения производства автомобиля не требуется скажем так автомобиль должен соответствовать прежде всего стандарту ISO 26262 есть такой стандарт который описывает что необходимо сделать для того чтобы автомобиль был допущен для использования на паблик рот вот и с точки зрения стандарта там есть рекомендации и одной из рекомендаций это скажем так применение best practice в создании кода проверки кода на его скажем некорректную работу и один из методов которые реально упрощают прохождение соответствия стандарта ISO 26262 это применение собственно вот таких мистер-чекеров то есть если у вас есть мистер-чекеры то соответственно вам намного проще довести проверяющей компании о том что тот код который вы создали он скажем так безопасен с точки зрения использования best practice мистера мистера это не панацея это всего лишь сводник лучших практик создания программного обеспечения давайте вернемся к следующему вопросу программирование в автосар выполняется в какой специализирован идее вы можете на экране показать как это выглядит с точки зрения идея с точки зрения идея это наверное зависит скорее всего от того поставщиком какого вендора вы выберете то есть если мы посмотрим собственно на количество компаний которые работают здесь от автосара мы можем видеть что здесь есть компания вектор которая предоставляет свои инструменты для работы с автосаром есть компания ЭТОС есть Электробит в зависимости от того чей инструмент вы выберете те инструменты работы вы получите но параллельно с этим насколько вы можете проинтегрировать туда же и например тот же ER для компиляции работы например имея те же мисра чекеры которые вы можете туда включить за дополнительную оплату в основном с точки зрения автосара инструменты вектора ЭТОС и Электробит они позволяют вам конфигурировать систему создавать код вы можете по сути в любом гуидах хоть и блокноте важно чтобы потом этот фрагмент кода был правильно сконфигурирован и скомпилирован вот здесь наверное от какого-то обширенного ответа вам не дам на этот вопрос вот ну и проблема еще в том что я знаю достаточно много об автосаре но конкретно с автосаром я дело имел мало и больше скажем так я сталкиваюсь с автосаром когда мне необходимо общаться сигналами с автосаром либо обмениваться каким-то сообщением либо заниматься вопросами портирования какого-то софта с автосара на централизированную вычислительную систему вот поехали дальше что первоначально нужно знать для входа в автомотив в плане софта и харда я студент первого курса для начала я бы посоветовал бы здесь вопрос конечно наверное следовало бы разделить потому что автомотив достаточно большой и вопрос состоит в том какие амбиции из чего начать если мы говорим о и сию девелопмент то создание то здесь я думаю что порог входа скорее всего будет минимальным необходимо будет потренировать было бы замечательно например иметь какие-то свои профов концепты работы какие-то подделки в которых вы можете потренироваться на том же разбери пай например создавать какой-то модуль продукт естественно вы должны хорошо знать C и C++ языки замечательно будет если вы познакомитесь с мисрой и будет замечательно если вы познакомитесь с каким-либо автомотив микроконтроллером для общего скажем так хотя бы теоретического понимания это с точки зрения входа в если мы говорим о вход в development то чем занимаемся мы по централизированной системе обработки данных то здесь скажем так больше приветствуется полностью linux разработка то есть неважно это юзер спейс корнел спейс в принципе надо знать плюсы надо знать основные базовые принцип системное программирование linux ну как бы весь перечень базовых вопросов которые надо ну и начинайте с чего-то хотите linux пробуйте берите разбери делайте что-то делайте какие-то по проекты и это вам даст практический толчок к тому чтобы начать что-то делать и собственно самое главное показать на интервью что вы чего-то стоите и вы что-то можете сделать я думаю что это самое главное потому что когда мы смотрим мы собственно смотрим а что человек сделал какие у него есть достижения и что человек может сам физически взять и сделать вот говорить мы все умеем хорошо ну а что-то показать это большая редкость сейчас сейчас к сожалению давайте поехали дальше входить embedded выходит embedded инженеры таких систем стают vendor locked в плане карьеры че вендор и платформ задумываются над стратегией борьбы за инженерием ну я бы ответил бы на этот вопрос следующим образом что естественно если мы обсуждаем конкретные инструменты которые там допустим вектор поставляет и практику работы с инструментами это конечно да какой-то порог входа в использовании этих инструментов будет вы научитесь ими работать вы будете понимать но здесь важно понимать то что если у вас есть понимание глобально как устроена система как происходит создание дробление архитектуры на модули создание компонентов определение интерфейсов как работает эта система как снаружи так изнутри вот то у вас как бы по ним появляется обширное зрение зрение скажем так понимание системы вот кроме того по мере работы с этим вы подтягиваете свои знания в тестирование потому что тестирование в автомате это отдельная тематика как правило оно доведено до высокого уровня автоматизации потому что если у вас автомобили там извините 10 тысяч фичей то вручную проверить эти все фичи при каждом релизе не невозможно проверяется только маленькое какое-то количество функциональности при мануал тестирование автомобиля тест драйвинге вот все остальные функциональности она в автоматизированном режиме проверяется есть такие стенды так называемые можете погуглить называется hill сил hardware in the loop software in the loop это подходы которые позволяют автомате проверить функциональность без запуска модулей ну про прогона в реальном автомобиле если технологии подходы вот еще что касается что человек лочится под катку под какого-то вендора я бы так бы сразу бы не говорила потому что для имплементации той или иной функциональности как правило потребуется какое-то более детальное обширное исследование тематиков то есть если мы говорим там банально об управлении какой-то системы двигателем сбора данных с кнопок поверьте там будет что интересное покопать разобраться при каких температурных режимах этот моторчик работает не работает обеспечить его момент и так далее будет там что-то интересное сто процентов косяки вылезут и будете вам чем поиграться и позаниматься и это принципе базовая как бы опыт который вы сможете использовать на любом проекте потому что двигатели здесь и в другом проекте работает одинаково не знаю ответил не ответил но я бы не сильно боялся этой проблемы тем более что автомате он интересен тем что он дает общее понимание того как правильно разработать программное обеспечение когда вы переходите в другие компании которые скажем более мягкие с точки зрения software development процесса то вы тогда начинаете ощущать чего там не хватает и к чему как правило это приводит следующий вопрос global logic разрабатывает свои какие-то независимые устройства не сию я не могу говорить о том что разрабатывают ли global logic свои какие-то независимые здесь важно понимать что global logic как компания работает под с и конкретными вендорами помогая им создать какой-то блок и соответственно в рамках global logic а есть свои пруфа в конце проекта и оси проекты которые основная цель которых попробовать какую-то технологии на базе этой технологии сделать какой-то там стадии кейс показать привлечь студентов к работы по этому пиуси и получить какие-то интересные красивые практические результаты если мы возвращаемся в конкретный автомате в девелопмент то здесь как правило спецификации требования приходят от клиента то что надо сделать и собственно global logic как компания делает под конкретные задачи конкретные сию то что global logic участвуют в разных тендерах с разными поставщиками это сто процентов я знаю информацию разрабатывают ли конкретно кому-то и сию но такой информации я не владею на сегодняшний день поэтому что-то вот конкретно говорить не могу следующий вопрос какие какие статические анализаторы кода вы используете в работе clockwork или это не обязательно да мы используем статические анализаторы в нашей работе вот вопрос только в том что я не уверен что я могу об этом говорит об этой информации какие мы используем вот но статические анализаторы до используются и если что это весьма дорогое удовольствие вот ограниченное количество лицензии серверные но какие репорты у нас генерятся с определенной периодичности и их информацию мы берем во внимание когда мы фиксим проблемы следующий вопрос если предпосылки для замены андроида как основной оси на медиа хэд юнит это союзает себе андроид я не гавы андроид в хэд юнити скажем так мультимедиа используется скорее всего по той причине что скажем так это хорошо себя зарекомендовавшие платформа в мобильных скажем приложениях вот есть большое количество софта который вы можете использовать в андроиде и есть много из кейса в автомате когда например вы хотите поставить какую-то припуху которую который вы привыкли вы используете на телефоне вы хотите поставить на свой как бы автомобиль вот есть большое пожелание скажем так это пока мисс голубая мечта но она идет к тому чтобы создать некая api публичная и расшарить этапе либо за какие-то небольшие вступную плату внешним вендором для создания аппликейшенов под автомобиль то есть таким образом расширение количество функционала и приложений для автомобиля будет расти непосредством того что компания сама будет создавать понимаете что вы создаете что-то вы его потом должны менте не вот это достаточно ресурсоемка вот поэтому один из методов решить эту проблему это то как пошли мобильные вендоры это создание платформы расшарили api и дали возможность другим людям создавать софт и получать и зарабатывать на этом деньги вот поэтому как бы андроид рассматривается сейчас скажем как некая платформа которая позволит использование существующих подходов software development а плюс те же карты до google maps это все легко интегрировано интегрируется с андроида поэтому как в эту степь в эту сторону смотрят в большинстве случаев не знаю что используют тесла честно говоря поэтому ответить на этот вопрос не могу следующий вопрос может ли коншина соединять со счет юнитом через gateway и ethernet иные способы не вижу проблем почему она не может через гейтвей соединиться с хэд юнитом может конечно не вижу особых вопрос будет в том в каком она домене находится там секьюрном не секьюрном это могут быть вопросы допустим вот но такое соединение может тебе спокойно жить давайте следующий вопрос посмотрим что будет если пропадет время на контроль над автомобилем карта зависла например будет производиться прогноз куда едет куда ехать если да то сколько секунд разрешается такая экстраполяция положение в аирспейсе 6 секунд вопрос интересный вопрос что будет если пропадет время на контроль над автомобилем карта зависла например здесь важно понять какой режим мы сейчас подразумеваем если мы подразумеваем что есть водитель который конкретно управляет автомобилем вот и на инфотеймент юнити у нас зависла карта то как бы инфотеймент юнит это у нас мультимедиа там не ожидается какого-то повышенного уровня безопасности человек виде дорогу вот человек понимает до максимум что может случиться человек проехал в поворот который надо было маршрут перестроиться и так далее он эта проблема как-то программно попытается пофиксить вот это если человек конкретно управляет автомобилем если мы говорим о полностью самоуправляемого автомобиля в котором у нас автопилот ведет автомобиль и естественно вы понимаете что сам датчик зависнуть датчик находится на борту он принимает информацию от спутников и координаты просчитываются уже как бы внутри автомобиля здесь задержки нет карта она подгружается постоянно то есть вопрос с картой тоже может быть по какой причине она зависла если у нас есть потеря трафика прерывание трафика по интернету то тогда наверное эта информация появится заранее но если мы допустим возьмем такой дикий кейдж что у нас по какой-то причине какие-то блоки начали выходить из строя и мы видим что информация у нас посыпались error ошибки например по трафику и мы видим что информация которая доставляется она бита и у нас есть какие-то проблемы например там какой-то высокий уровень облучение радиации вот мы попали где-то вышка там и что-то фонит и и допустим посыпалась у нас до проблема за проблемой и система не может восстановиться до количество ошибок критической то есть мы говорим о критической когда есть какой-то уровень до когда система еще вслепую может отрабатывать есть локальные перемены она еще какое-то время по памяти помнит и пытается может оставаться работоспособной если данные какие-то критические они могут допустим буферизироваться и буфер выбран да то есть не поступая данные и у нас нет возможности принимать решение то тогда например в нашей платформе есть отдельный гипервизор вернее супервизор до процессор который случае подобные ошибки должен скажем есть несколько стадий отработки этому говорим уже безопасности то есть первая стадия при таких ошибках это если это возможно система должна перейти в какой-то безопасный режим если это возможно да если невозможно перейти в безопасный режим и допустим машина там снова же говорим об этом нас какие-то проблемы до количество ошибок растет первое действие которое бы сделал автомобиль он бы сбросил бы скорость да он бы понизил скорость тем самым он бы выиграл время на реакцию до какого-то события это первый наверное этап который сделал случай если система в адекватном состоянии способна как-то восстанавливать если система вообще не в адеквате да ну совсем все плохо и по системе сыпятся ошибки невозможно восстановиться очень надежный отдельный сок который сделан по всем как бы строгости автосара который стоит рядом это я говорю о нашей платформе он как супервизор наблюдает над этой над этой ситуации если система попала в такую ситуацию тогда включается так назовем режим сейф стоп безопасная остановка то есть в этой ситуации этот супервизор берет управление на себя его основная задача путем общения с минимальным количеством если you остановить автомобиль в обочине безопасно и при этом дальше reset перезагрузка системы восстановления если автомобиль восстановится за перезапуститься то дальше пройдет диагностика дальше автомобиль сможет сможет продолжить операцию свою как бы работу и не сможет значит тогда вызов колл-центр саппорта и решается как-то этот вопрос я надеюсь что я смог ответить на этот вопрос по поводу 6 секунд или вот здесь я не могу ответить сколько занимает время этот кубик мы еще не дошли в нашей стадии как бы проектировать есть слайды которые это показывают но я сейчас не готова звучит какие-то цифры на эту тему давайте перейдем к следующим вопросам как происходит проверка своей работы проверка проброса сигнала в логике если работа удаленная ну то есть предполагается что вы работаете удаленно мы все сейчас работаем удаленно в большинстве случаев вот как правило у меня есть удаленный доступ к нашим ригом я могу забронировать какой-то риг если мне надо поработать допустим какое-то время я могу с этим ригом поработать то есть я зашел через ссс через сцп я туда скопировал все модули которые мне надо снова же я говорю сейчас о линуксе и допустим вот мы пользу используем рио-тайм операционную систему к никс я могу скопировать туда всю информацию которую надо есть и собственно провести все мы не манипуляции которым необходимо с этим я ему за флешить через software download либо другие тулы которые доступны и собственно через консоль я могу проделать все операции которые мне интересуют вот параллельно к системе подключены вспомогательные устройства такие как например тот же источник питания я могу рискнуть посредством ethernet реле на то есть я могу сделать hard power reset power cycle у нас называется также через дебаг в арт консоли я могу сделать базовые операции как там software download reset каких-то ядер то есть это все принципе выполнимо удаленно и на самом деле очень редко когда мы посещаем офис вот но должен сказать что у нас в нашей команде в частности есть несколько людей которые посещают офис постоянно и как бы их одна из их основной задачи это как раз следить за тем чтобы оборудование работало корректно чтобы все было правильно подключено и в случае каких-то проблем мы знаем кого надо следят по пингова для того чтобы они проверили помогли если что-то нужно вот ну и в частности поскольку у нас проект в стадии скажем так ринди нпд то мы делаем сетапы для себя для под конкретные допустим нужды если такого сетапа нет то мы его делаем под себя берем тот же юнит соединяем с сетью компьютером либо то что нам надо и все это как правило у нас удаленно доступно и мы с этим всем работать сам сиа и он как бы тоже доступен удаленно поэтому все сбил бить прогнать continuous environment и выкачать артефакты с артефакторе это тоже не представляет какую-то проблему вот я надеюсь олег вынуждены перебить у нас поток вопроса просто не скончаемый а время у нас уже закончилось к сожалению но мы стандартно мы знаем как с этой ситуацией справиться мы перенесем эти вопросы заданные фейсбук нашу ламбатую группу и там можно будет ответить и поздавать еще вопросы дополнительно а вот ну да к листу просто прям впечатляет уже двадцать три отвеченных и там еще еще много очень много ну я думаю что я сделал какую-то микро миссию внеся какой-то интересный шум в наш мбд сообщества с того что происходит в автомате можно считать что с какой-то степени вероятности я задачи справился поэтому ребята спасибо большое всем за то что дослушали до конца за то что интересуетесь за то что вас эта тематика все-таки волнует